Привет, меня зовут Рафаэль, вы на канале Слеза Тоши. В сегодняшнем обзоре мы быстренько разберем с вами ситуацию, связанную с биткоином, а также поговорим про закрытый канал, набор в который открыт про CoinList Token Sale Galaxy. Вкратце. Итак, биткоин торгуется на отметке 42 тысячи долларов. Произошло некоторое снижение, я находился в шорте по 45 тысяч долларов и, закрыв без убыток, снова перезашел в этот шорт на локальных хаях, которые были на днях, буквально сутки-двое назад. Сейчас происходит снижение и, по моему мнению, выше уже сейчас скорее нелогично будет сносить стопы тем, кто занял позицию в шорт. Именно этим они занимались последнюю, по сути, неделю-две. И, как мне кажется, биткоин готов снижаться. Будет ли это, утверждать не могу. Но лично по моему плану, моему прогнозу, я верю в снижение, действительно, и достаточно существенное. Куда именно будем снижаться и почему? Я сейчас подробно рассказывать не буду. Изначально я считаю, что с 64 тысяч долларов началась у нас медвежка. Был рост до 69. В ноябре-декабре мы уже фиксировали практически все в портфеле, вот в этой зоне. И, наверное, уже сейчас понятно, что это была не ошибка. Сейчас тот же ДОТ торгуется на отметке в районе 18 долларов. Мы продавали гораздо выше, долларов по 40 в среднем. Может, даже чуть выше, сейчас не вспомню. Короче, суть в том, что снижение действительно происходит, и кто-то из вас может подумать, что сейчас как раз происходит отличный набор позиций для роста. Я же считаю, что снижение продолжится. Куда будет это снижение? Ну, смотрите. Первая цель этого снижения, я думаю, будет постепенная, сначала незначительная, а потом более импульсная, в направлении 30 тысяч долларов. И в районе 30 тысяч долларов мы можем начать расти. Вполне возможно. Уже ближе к этой ситуации я буду смотреть. Какой-то существенный отскок может быть в направлении тех же 44 тысяч долларов мы можем увидеть. Но вот какая ситуация. Вы знаете, я анализирую настроение рынка, манипуляторов и так далее. И все вот эти товарищи, Карл Замун, кто там еще, ММ Крипто и так далее, все они говорят все это время о том, что вот если ниже 30 тысяч долларов биткоин сходит, вот тогда пиши пропало. Но пока мы не сходили, нужно покупать. Так вот, я думаю, что подойдя к отметке в районе 30 тысяч долларов, ну, очень логичным будет снижение куда-то в зону 27. То есть ниже 30 тысяч долларов, чтобы такие как ММ Крипто и Карл Тузамун стали говорить о том, что все, эта медвежка, нужно распродаваться. И вот после этого очень логичным будет рост. Этот рост я не ожидаю увидеть каким-то супер стремительным, и это точно не к историческим максимумам или all-time high по биткоину, нет. Я думаю, что этот рост будет достаточно существенным, если взять на донышки какие-то монетки, может быть это будет биткоин, чтобы увидеть рост по ним процентов 50-150. Вполне возможно, что слабая ликвидность на альткоинах, такие как ДОТ, могут вполне провалиться куда-то в направлении, может быть, даже 10 долларов. И если удастся купить, снова увидеть 20 вполне будет реальным на этом отскоке. После этого, я думаю, что нисходящее движение продолжится, и уже мы тогда, может быть, сходим к заветным 14-18 тысяч долларов, где будет, собственно, дно рынка по той самой FIBA, по которой я постоянно анализирую биткоин и жду дно. 85-й уровень. Сейчас это 14 тысяч долларов, но зона 14-18, я думаю, будет уже вполне логичной для откупа. Почему? Почему FIBA? Почему 85-й уровень? Я рекомендую посмотреть видео на моем канале, ссылочка вверху сейчас будет. И действительно, до 85-го уровня, от дна прошлого цикла до хая, мы периодически ходим. Периодически. Сходим ли в этот раз? Не знаю, не могу утверждать. Если вдруг я в это не поверю, я вам отдельно об этом скажу. Но пока глобально я верю именно в такую ситуацию и, надеюсь, мнение по биткоину вам мое понятно. Хорошо. И сейчас, возвращаясь, к примеру, к тому самому скотчу, который Илон Маск опубликовал, и кому-то это было весело, да, сейчас это уже не так весело, конечно, смотрится. Тогда скотч был отрисован на отметке 50 тысяч 200 долларов. Сейчас мы все ближе и ближе к заветным 29 тысячам. Кстати говоря, на 29 тысячах мы с вами еще не были, да. Была зона 33. Вот я думаю, что как раз в зону 29 тысяч мы сначала исходим. Именно от нее будет какой-то отбив, отскок. Я думаю, может быть, даже 27. Потом рост и вниз уже на основную цель в район 17 тысяч долларов. Но, опять же, скотч, можно и в него верить, можно нет. Я, разумеется, не полагаюсь исключительно на какие-то такие послания. А это послание, вот это, если это послание Илоном Маском было опубликовано, не в таком виде, как вы сейчас видите, да. Это уже мой товарищ отрисовал в масштабе, где вершина скотча это 69 тысяч, и из этого было выяснено, понятно, какое дно, и, соответственно, вот эти вот линии. Илон Маск опубликовал просто скотч, просто скотч. Это тоже нужно понимать. И в целом, если он играется и знает, о чем говорит, возможно, именно это он и имел в виду. А может быть и нет. Поэтому это, разумеется, ориентиром быть не может, по той причине, что 26 декабря это было опубликовано. All Time Highball 69. И по Fibonacci 85 уровень, да, о нем видео было на канале, вот примерно в эти даты. Поэтому то, о чем, может быть, нам пытается сообщить Илон Маск, это вовсе для меня не ориентир. Это просто подтверждение того прогноза, который у меня был. Теперь давайте по поводу закрытого канала. Набор действительно есть. В первом комментарии ссылочка на пост в Телеграме, где я подробно расписал, что это за закрытый канал. Закрытый канал. Это сообщество, в котором есть и канал закрытый, и закрытый чат для тех, кто давно подписан на канал и хочет знать о всех моих действиях на рынке. Это не какие-то гарантии профита, заработка и так далее. Это не сигнальные группы и не гарантия заработать. Это просто закрытое сообщество, в котором ребята знают о всех действиях в моем портфеле. Дадут они профит или убыток? Я это тоже гарантировать не могу и знать, разумеется. А риски того, что вы будете за мной повторять, находясь в закрытом канале, разумеется, есть. Но все это время, надо сказать, действия были совершенно правильные. Кто-то меня ругал и говорил о том, что из публичных людей, что вот набор закрытый канал очередной, полгода назад он был, состоялся. А Рафаэль говорит о выходе в стейблкоины. Посмотрите на график, когда это было. И лучшая рекомендация тогда была не анализировать какие-то монеты и верить в иксы, как показывает уже история, а выйти как раз с тейблкоины. Поэтому я считаю, что и в закрытом канале, и в открытом канале нам удалось принять важные фундаментальные решения, которые сейчас, очевидно, в портфеле выглядят очень даже верными. Стоит ли вступать в этот закрытый канал? Нет, не стоит. Никаких гарантий профита, никаких сигналов. Вы вполне можете получать информацию из открытого канала, YouTube канала и Telegram канала, в котором я обязательно делюсь каждую неделю по воскресеньям в прямом эфире о всех своих действиях. Просто это не так оперативно, раз в неделю. И все, кто подписаны просто на канал, без каких-либо закрытых каналов, вы получаете всю эту информацию и ее достаточно большинству. Абсолютно точно. Хорошо, теперь давайте по поводу токен сейла. Я специально не делал обзор на этот проект, хотя мысль в какой-то момент была. Давайте я просто вкратце скажу. Да, сегодня токен сейл пройдет. В нем одна опция. По полтора доллара предлагают купить токен. Стоит ли покупать? От 100 до 500 долларов. Вполне можно, да. Дело в том, что здесь лог у нас с 14 апреля на протяжении года. Линейный разлог каждую неделю. Это тоже нужно учитывать. Если рынок будет медвежьим, каким я его вижу, последующие, может быть, полгода, то вряд ли стоит рассчитывать на какие-то баснословные иксы. Для того, чтобы понять, будет ли профит, нужно рассчитывать на ближайший месяц-два. Есть ли в токеномике этого проекта модель, при которой в первые два месяца разлоченный небольшой объем монет, который вернул бы вложенные средства. Я думаю, есть. Я вкратце вам скажу, что из того, что здесь нарисовано, меня действительно смущают доли бэкеров, которые в двух раундах в сумме равны примерно 20%. Это действительно немаленький объем. Если вы посмотрите на график, то разлоки у них начинаются с первых дней. И постепенно это желтое и зеленое. Ну, с третьего месяца. Окей, да. Разлоки. Первые три месяца будет разлочено много монет, экосистемы для ликвидности и так далее. Ну, я считаю, что это, конечно, не очень хорошо, но, опять же, это может не участвовать в рынке. Давайте возьмем в среднем. У вас 12 месяцев лог, то есть на год. Соответственно, с апреля только, да. То есть, грубо говоря, разлоки паблик сейла начнутся только там февраль, март, апрель. Ну, где-то со второго месяца. Хотя, наверное, они здесь как раз отчет с апреля и нарисовали. Ну, давайте предположим, первые 12 месяцев максимальный циркулирующий объем будет примерно 70 миллионов. Берем среднюю 6 месяцев, когда вы получите уже точно гарантированно половину монет. Циркулирующий объем будет примерно 50 миллионов долларов. По 1,5 доллара цена, по которой вам предлагают купить, это примерно 75 миллионов капитализации, чтобы забрать вложенные. Любая другая капитализация выше, это будет профит. Я думаю, что его все-таки получится получить. При 2 иксах это как минимум половина объема. Через 6 месяцев вы сможете продать и забрать вложенные. Я в это верю. Но давайте попробуем разобраться, а по какой цене покупали фонды. Фонды здесь на самом деле достаточно серьезные. Здесь и Coinbase Ventures, и Multi Coin Capital, и многие другие, и Alameda Research здесь, и так далее. Coinbase Ventures здесь присутствует. И этот фонд, самая крупная биржа американская, он инвестирует во многие проекты, но не все монеты листятся на бирже Coinbase. Может ли монетка этого проекта, токен GAL, присутствует на бирже Coinbase? Я в это верю. По той причине, что, во-первых, за проектом следит, кстати, 200 тысяч человек, достаточно много. Среди тех, кто за ним следит и читает их профиль, есть такой товарищ, как Зак Сигал. Он же является главой листинга биржи Coinbase. Вот он следит за этим проектом. Это хороший знак. Я думаю, токен Project DLSE может залиситься в первый же день своего листинга сразу же на бирже Coinbase. Помимо этого, есть такие две фигуры, основатели проекта, которые так или иначе были связаны с проектом DLive, которые были, в свою очередь, видимо, в экосистеме BitTorrent. Это сейчас отсылочка к Брэму Коину, основателю BitTorrent, основателю проекта Chia Network. И оба этих товарища были связаны, так или иначе, с BitTorrent. При этом, если мы откроем их твиттеры, этих двух товарищей, и посмотрим, кто за ними следит, не так много человек. Но за SEO следит Зак Сигал, то есть персонально за ним. И за Чарльсом Вайном следит IBM Blockchain. То есть этот профиль, ну, скажем так, я не думаю, что IBM Blockchain следит за всеми подряд. То есть я считаю, что, конечно же, это не скам. Конечно, здесь можно будет зайти и забрать вложенные средства. Здесь нет какой-то кривой токеномики, которая не позволит забрать иксы. К примеру, на Vega мы предполагали, что токеномика будет не очень. А здесь вполне. И фонды крупные. Но давайте попробуем ориентировочно посчитать, а какая цена фондов, которые купили эту монету. И в статье мы узнаем, что 10 миллионов долларов инвестировали такие ребята, как Multicoin Capital и все остальные. 10 миллионов долларов. Ну, по всей видимости, я могу, конечно, быть неправ. Но я предполагаю, что это 10 миллионов за оба раунда. То есть 20% эмиссии. А 20% эмиссии, учитывая то, что максимальная эмиссия 200 миллионов токенов, получается 40 миллионов монет. 40 миллионов монет за 10 миллионов долларов. То есть по 25 центов в среднем фонды купили эту монету. Нам предлагают по 1,5 доллара. Да, фонды получили гораздо лучшую цену, чем предлагают нам. Но у них тоже есть локи, и эти локи достаточно продолжительные. 3 года квартального разлока. Но при этом у фондов на старте во втором раунде будет 12% от доли 10% эмиссии. То есть, грубо говоря, 1,2% всей эмиссии будет в циркуляции, и эти токены будут принадлежать фондам. Это, конечно, не очень хорошо. Но будут они фиксировать или нет, не знаю. Но мне кажется, с учетом того, что циркуляции будет первые полгода не больше 50 миллионов монет, я думаю, что капитализация этого проекта вполне может быть выше 75 миллионов долларов. И в этом случае вложенные деньги вы сможете забрать. В идеале, конечно, увидеть капитализацию 100 миллионов долларов. И в этом случае, продав половину монет, вы заберете вложенные. Могут быть иксы? Вполне могут быть. Стоит ли участвовать? Да, мне кажется, участвовать стоит. На этом я хочу завершить данный короткий обзор. Действительно, 5 минут на анализ биткоина, но на анализ всего остального ушло чуть больше. Всем хорошего настроения, друзья. На связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok